На данный момент я являюсь аспиранткой университета Бирмингема в Англии. Для поступления, я думаю, самое главное, что нужно, это ваша активность и упорство. Потом с ним надо связаться. Если он пошел на контакт, надо с ним договориться о встрече, к встрече тоже подготовиться, еще раз все перечитать. Суть интервью заключается в том, чтобы понять, человек вообще способен сделать аспирантуру, какая у него мотивация. Кстати, принимали меня, потому что у меня был красный диплом. Вот это очень важно, я забыла сказать, для того, чтобы все-таки попасть в аспирантуру. И для того, чтобы быть как-то конкурентоспособным. Вот меня взяли, потому что у меня был красный диплом, и я еще очень много в конференциях участвовала. Пока была бакалавра, у меня там больше 15 выступлений на конференциях накопилось. И тезисы в этих сборниках конференций. И я как бы выделялась из всех, поэтому мне повезло. Ну и меня в магистратуру принимали, все нормально, говорили, давайте IELTS. И первый раз я завалила часть с ридинг, там надо было набрать минимальный 6 баллов везде, там ридинг, райтинг, листенинг и спикинг. Везде надо было набрать как минимум 6 баллов, и чтобы суммарная была не менее 6,5. И вот на ридинге в первый раз я набрала 5,5, а во второй раз я засифачилась во в райтинге. Я там набрала тоже 5,5, мне дотянуло до минимального балла. А общий балл у меня был нормальный. Типа у меня, по-моему, то ли 6,5, то ли 7 была общая. Но типа не вышло. Ну и ничего страшного, в принципе, потому что я два раза подавала на этот отечественник два года подряд. В свой первый год, во второй год я тоже подавалась. Первый год меня вообще даже на интервью не позвали, второй раз позвали, я прям ездила в Москву. Там в посольстве тоже было интервью, но что-то им не понравилось, они меня не взяли. Поэтому IELTS мне не пригодился. А в аспирантуре IELTS вообще в принципе он не нужен. Во многих аспирантурах IELTS не нужен, потому что ты, когда общаешься с преподавателем, и он тебе берет как бы под свое крыло и говорит, да, вот этот студент, я его хочу себе взять. Это как бы подтверждает то, что вы с ним уже пообщались, и он вас выбрал, потому что он видит, что вы нормальный, адекватный человек, и с вами можно работать. То есть, типа, вас не возьмут в аспирантуру просто потому, что вы подали заявку красивую на сайт университета. Вас возьмут, если вы заобщаетесь, закорешитесь с профессором, если он вас захочет к себе взять. И то есть вот это во многих университетах, которые аккредитованы, это является как бы подтвердением того, что у вас хороший, достаточный язык для того, чтобы здесь учиться. Вот, то есть мой преподаватель, профессор, когда я подавала заявку в университет, ее одобрил, сказал, да, вот этого человека, вот эту заявку я одобряю. Потом мне университет прислал сначала conditional offer, в котором мне надо было сдать АТА-сертификат. АТА-сертификат это, ну, типа, какой... Я даже там документов особых не прилагала, я просто на сайте заполнила, там, название проекта, там, какое-то коротенькое описание, и мне выдали бумажку, то, что я могу, имею право работать вот в этой лаборатории. Потому что здесь некоторая степень опасности есть, я работаю с антибиотиками, все такое, вот для физиков, для биологов необходим АТА-сертификат. Вот, ну, и там, типа, больше я ничего не делала с этими conditionals. Вот. И потом мне прислали unconditional offer, в котором было написано, что, типа, да, университет подтверждает, что вот этот человек очень хорошо разбирается, ну, нормально разговаривает по-английски. Вот. Ну и все, и потом я подалась на визу, и вот получила студенческую визу на 4 года всем. Вот. Сколько у меня аспирантура, столько и виза. Упустилась такой момент вот насчет гранта. Получается, что грант покрывает все расходы по обучению? Да. И даже и твои ежемесячные расходы. Или... Да, да, да. Так получилось, что вот первая стипендия, на которую я подавалась, в Шотландию, да, она была... разыгрывалась, короче, 4 места, 4 стипендия, полностью покрывающие обучение и стипендию. Стипендия тут у всех одинаковая, 16 тысяч фунтов в год. Вот. И там она делится на 12, и каждый месяц тебе присылается. Вот. И это все было от школы биологии. Вот 4 места разыгрывалось, там было, по-моему, 30 человек, вот, которые претендовали на 4 места. И, да, и получается, школа биологическая сама это оплачивала. Это вот непосредственно от университета была стипендия. И стипендия, на которую сейчас я, я подавалась на нее отдельно. Типа вот есть мой университет, мой препод сказал, да, все круто, давайте ее я себе забираю. И есть отдельный фонд, и на него нужно тоже подаваться отдельно. Но этот фонд может спонсировать студентов только из трех университетов в Британии, которые занимаются молекулярной биологией. Вот. И я так как-то очень удачно попала. Вот. То есть это Эдинбургский университет, Бёргенгемский университет, в котором я сейчас, и какой-то там в Лондоне, по-моему, Кингс Колледж Юниверситет. Вот. И, короче, вот этот фонд, он сотрудничает с этими тремя университетами. Преподаватели набирают вот себе студентов, одного выбирают, и его посылают в этот фонд, его анкету. Вы вместе с преподавателем заполняете анкету о себе, ставите, конечно же, самые высшие баллы, что вы самый лучший человек, там очень классно поработали, очень мобильный, трудоустойчивый, ну, короче, всякие такие штуки. Отправляете анкету. По анкетам тоже вот этот фонд отбирает самые лучшие анкеты с самыми высокими баллами. Вот. У меня препод, он хороший человек, мне очень много поставил, и меня отобрали на интервью по анкете. Вот. Ну, потом вот это все интервью у меня прошло, и вот этот фонд получается, так он сотрудничает с моим университетом, мой университет каждый год выписывает чек на меня в фонд. И, типа, как бы мне сейчас университет деньги платит, вот, но в конце следующего года или в начале, по-моему, года, он пишет, сколько он на меня потратил, и отправляет этот чек в фонд. И этот фонд меня, типа, оплачивает. Вот. Ну, типа, вот такая вот система. Вот. И у меня стипендия, все тоже такая, 16 тысяч фунтов в год, и получается в месяц у меня 1300 там с копейками. Вот. Такая стипендия. Хватает. Хватает, вот это вообще, да, очень хорошо. Хватает, мне придется здорово на такие деньги. Вот. Да, можно. Тут у студентов, кто магистр, бакалавр, аспирант, неважно, это все тип студенческой визы, вот, все сидят на нем, и я тоже. И этот тип визы разрешает 20 часов рабочих в неделю. То есть тут некоторые ребята подрабатывают в кафе, в каких-то вот на кампусе, в каких-то магазинах кассирами подрабатывают. Вот. Но мне не очень охота там подрабатывать в кафешках и все такое. Вот. Тем более у меня хорошие стипендии, мне об этом париться, но особо не надо. Но вот аспирантам можно проводить демонстрейшнс. Это типа практики, ну, как по-русски. Вот. То есть вы как бы подаете заявку, что вот вы хотите провести практику у ребят по такой-то теме. Вам говорят, все окей, хорошо, давайте проводите. Вы приходите, проводите, и вам платят за это деньги. То есть это где-то за час фунтов 10, по-моему. Вот. И там практики, по-моему, по два часа в день. И эти практики, они как по группам разбиты. Это одну и ту же практику вроде как должен проводить у нескольких групп студентов. То есть типа, если ты за неделю, например, три практики проведешь, то это уже там, ну, не знаю, 60 фунтов где-то набегает. Вот. То есть можно вот так вот. Можно прямо в универе работать и как бы преподавать, получать преподавательские навыки, практику еще за это деньги. Вот. То есть здесь вот именно интересно, что в России это как бы обязательно. Ты пока магистр, ты должен там пройти вот эту практику. У аспирантов тоже ты должен какие-то практики проводить. И за бесплатно еще при этом. А тут тебе наоборот, хочешь, типа, делай. Не хочешь, не делай. А если хочешь, то тебе еще деньги заплатят. Так что это интересно. Конечно, хочется. А мне очень хочется, да. Понятно. Ну, вот самое первое, что в голову приходит, это на визу подачи. Это, вот это было очень тяжело. Это просто самый последний этап, как бы, входа в университет, в аспирантуру. Ну, и так получилось, что подавалось, когда был как раз разгар коронавируса. И там вот для того, чтобы мне получить unconditional offer, мне нужно было получить АТАС-сертификат. Его просто заполняешь просто текстом. Там, типа, работа минут на 10. Ты просто заполняешь текст, отправляешь, но его нужно ждать месяц. И я такая, типа, все, короче, понятно, мне сейчас АТАС-сертификат выпишут, я все заполню. Я захожу на сайт, а там говорят, типа, а извините, ковид, мы закрыты и не принимаем никаких заявлений. И мне, я просто офигела, потому что мне 4 месяца оставалось до университета. А виза – это долгий процесс. То есть мне, во-первых, надо ждать, пока эта фигня с АТАС-сертификатом откроется. Мне надо заполнить заявление, мне надо подождать месяц, чтобы мне выдали этот АТАС-сертификат, прислали. Там просто номер просылают. Вот, это нужно для заполнения именно визы. Вот этот номер, и ждать его пол, вот самый месяц, короче. Вот, я, короче, дождалась. Он открылся, я каждый день заходила, обновляла, что там, есть какие-то подвижки или нет. Все, я отправила, получила этот АТАС-сертификат. После этого мне нужно отправить его в универ, чтобы администрация проверила и отправила мне unconditional offer. Потому что нужен unconditional offer, нужен АТАС-сертификат для того, чтобы поступать, ой, это самое, подавать документы на визу. То есть это еще недели две, наверное, они там будут рассматривать. Ну, они, короче, до недели рассматривали, прислали мне этот unconditional offer. Я такая радостная, круто, пошла на сайт визового, ну, как бы, визы британской. Вот, потому что там надо все это на сайте оформлять, на сайте отправлять вот эти документы, прогружать. Я такая радостная, заполнила, нажала submit кнопку, заплатила за рассмотрение, по-моему, 1200 фунтов. И еще то ли 400, то ли 800 за страховку медицинскую. Ну, потратилась, короче, это 1800 или 2000 фунтов. Все, я оплатила, и мне вылезает окошко, а извините, мы закрыты на ковид. Я такая, ну, круто. И уже оставалась где-то, по-моему, месяца полтора до того дня, когда мне уже на это было университет. То есть я дофигища времени потратила в такой вот трясушке, потому что ничего не было открыто, все закрылось тут. Вот, ну, я захожу на группу в Facebook, смотрю, а что такое происходит, как люди-то другие подают. Вот, а оказывается, что никак не подают, они все стоят в очереди. Вся эта куча человек, она стоит еще раньше, чем я вот встала в эту очередь. Я, по-моему, отправила где-то в конце июля, и вот люди стояли с мая. И я вот в этой очереди встала вот в конце июля, и я такая, ну, прикольно. И они все пишут тоже, оказывается, между собой я узнала, что, как бы, государство сказало, что можно будет подавать через приложение документы. Там надо будет подтверждать свою личность, там отправлять такие, ну, документы, сканировать лицо, вот. И проблема была в том, что этого приложения еще не было, его не существовало. Его только начали разрабатывать, вот. И у меня просто, мне кажется, я сидела. Вот, это было самое жуткое лето, да, в моей жизни. Вот, но по итогу, да, все, там, это приложение выпустили через месяц. То есть уже был, по-моему, конец августа я подалась, а в конце сентября, вот, у меня был первый день. Ну, и, короче, это было очень страшно. Но, тем не менее, вот, да, это самое-самое-самое жёсткое, что со мной происходило, наверное, это получение студенческой визы, потому что, ну, там, типа, столько документов нужно, столько, так со всем этим нужно хорошо разобраться, чтобы получить. Потому что ты можешь прийти и отказ, если ты, ну, там, какой-то документ, например, упустишь. Вот, ну, короче, виза – это самое-самое жёсткое. Вот. Ну, и, конечно, там, вот, когда я готовилась к интервью, тоже было мало приятных моментов. Я очень сильно боялась, что я там засифачу, потому что вот эти 30 минут, которые тебе даются, ты должен выложиться в них по полной и, как бы, доказать людям, что вот эти, сколько там получается? Ну, вот в год это 16, по-моему, то ли 14, то ли 16 тысяч платят за моё обучение, и плюс ещё 16 тысяч отдают мне стипендии. Мне надо убедить людей, что все эти бабки нужно отдать мне. Вот. Поэтому это тоже такое волнительное предприятие. Вот интервью и подача на визу. Вот, поэтому, знаете, вот, ребят, если вы подаётесь и хотите учиться за рубежом, особенно в Англии, то, блин, это такое надо сильное внимание уделять визе, потому что, ну, это вообще жесть. Виза самая жёсткая, что есть на земле, наверное. Вот. Наши зрители учтут это. Хорошо. Ну, ой, вот я, знаешь, как раз сейчас я напросилась к своему преподавателю послушать его курс. Он ведёт один из курсов по молекулярной биологии, по, там, бактериальной хромосоме, я думаю, нифига себе, как прикольно. Вот. Эти курсы, они обычно для магистров. Вот. То есть, ну, у аспирантов нету никаких курсов. Вообще ничего нету. Они только приходят и только работают. Вот. Вот это, наверное, это самое первое отличие российского и британского образования. То, что здесь аспиранты, это полностью такие состоявшиеся люди, им приносят зарплату, у них хорошая стабильная стипендия. У них нету никакого напряга с какой-то учебной деятельностью. Их никто не заставляет вести пары. Вот. А в России, типа, наоборот, там и философия какая-то есть, ещё дополнительные курсы. Это, конечно, очень полезно. Я думаю, это здорово, когда человек, ну, во время своего обучения, особенно в аспирантуре, проходит какие-то курсы, повышает свою квалификацию. Вот. Но здесь такого нет. И я начала слушать курсы, и это вообще, это что-то совсем из другой реальности. Потому что здесь вот этот курс ведут три человека. Вот про бактериальную хромосому они разбираются в трёх разных частях вот этого курса. То есть, вот, например, мой преподаватель, он хорошо знает про транскрипцию. Другой преподаватель знает хорошо трансляцию. Типа, и они как бы все миксуются между собой, и у тебя получается вот такое экспертное мнение от нескольких человек, которые реально шарят в этой теме. Вот. А в России, например, вот у меня научный руководитель, она, типа, тысячу-тысяч курсов вела. И совершенно, ну, никак не связаны некоторые с её тематикой. И у неё такая большая нагрузка была, вот, ну, педагогическая, что, ну, это вообще, она ещё должна была студентов вести, со студентами работать, ещё гранты писать под вас. Ну, это, типа, вообще какая-то жесть. И я ещё заметила, что вот здесь, когда, ну, начинается вот эта лекция, говорят, вот, мы эту лекцию будем проводить, и вот такие-таки статьи можете почитать. Вот. Я вот информацию взял вот из этих обзорных статей, интересно, типа, просмотрите глазами. А в России такого нету. Типа, обычно, вот только то, что написано в учебниках, причём, чем старее учебник, тем лучше, у них как бы черпают информацию и составляют курс. Вот. Я даже, вот проект, который был в Шокландии, он был про архей. Вот. И я вообще не знала, что такое архей, когда подалась на этот проект. И я загуглила МГУшную лекцию про архей. И там, типа, такой старый-старый дед сидит и рассказывает старую классификацию. Он прям говорит, вот это очень старая классификация, уже, конечно, всё новое, уже всё открыли совсем другое, но я вам об этом не буду рассказывать, потому что пока это в учебники внесут, это ещё много пройдёт, будем учить вот это вот, которое уже, ну, совсем-совсем древнее, уже совсем неправильно. Вот. То есть, ну, вот в России такой подход, а здесь, в Британии, другой совсем. Но в России у меня, правда, был преподаватель, вообще просто офигительный, и он вот такой подход использовал. Он там самые новые учебники читал на английском, переводил это всё на русский, как-то всё интегрировал, ну, вообще классный преподаватель. То есть, ну, сам подход, я думаю, в принципе, он отличается вот в таких местах. Вот. Ну, это что касается вот именно обучения. Ну, ещё здесь люди проходят вот по... Вот у меня, например, знакомая есть, она магистратуру здесь закончила два года назад, она рассказывала, что у неё каждое полугодие было по три модуля, по три. А у меня, типа, по десять курсов было в каждое полугодие. То есть, там была социология, какая-то культура речи, я биолог. Типа, история была, всякая такая штука. То, что нужно и нужно. Да, и, типа, ну, это, конечно, всё очень интересно. Типа, я такой разносторонний человек, вышла из бакалавриата. Но вот такие знания, которые вот ей давали, например, у неё... Ну, не такая была нагрузка, как у неё. Ей не надо было зубрить особо. Вот. То есть, она могла просто сесть и выучить, а, ну, там, вот, к трем экзаменам подготовиться. А мне надо было к дохренища экзаменам готовиться. Вот. И тратить своё время, ну, распыляться на какие-то другие штуки. Это, конечно, очень интересные всякие штуки были. Я, как бы, ничего такого не говорю. Вот. Но вот такой подход, типа, здесь, если ты в магистратуре на биологии, и вот она изучала, вот, медицинскую, типа, биологию бактериальную, вот, и у неё такие классные знания сейчас, вот, после двух лет. А у меня после бакалавриата, ну, вообще почти ничего не осталось. Вот. Потому что у меня столько было информации, которую, ну, типа, тяжело запомнить и принести, там, через года. Вот, например. Вот такое. Ещё одно отмече, да? Да. Понятно. Напоследок, какой совет ты можешь дать нашим подписчикам, которые хотят или, может, уже начали процесс подготовки к поступлению в учебное заведение Англии? Ну, если это бакалавры, да, и они хотят там через какое-то время, ну, поступать после бакалавриата, например, в магистратуру или в аспирантуру, то я бы посоветовала, чтобы, если они всё-таки хотят продолжить обучение, наверное, это всё-таки что-то в науке, с наукой связанное, вот, и всё такое, то я бы советовала вот прямо сейчас взять и пойти на кафедру, на которую вам больше нравится, и начать какую-то научную деятельность, чтобы можно было ездить по всяким конференциям, чтобы можно было где-то выступать, чтобы можно было получать награды, дипломы, чтобы можно было получать стипендии, например, от города какие-нибудь, чтобы это всё шло к вам в портфолио. Типа, чем раньше вы начнёте, тем лучше. Я начала с первой недели бакалавриата, по-моему, я сразу пошла, типа, на кафедру, сказала, дайте мне, пожалуйста, привет, когда я хочу, типа, в науке работать, вот, и всё такое. И то есть, типа, за те четыре года, которые у меня были, у меня было четыре года, и у меня получилось очень много конференций, очень много выступлений. Поэтому, чем раньше вы начнёте, активность в университете, тем лучше. Потому что именно вот по этим документам, по тому опыту, который у вас накопится в бакалавриате, вас будут принимать в магистратуру и в аспирантуру. Вот. Ещё бы я советовала всё-таки, как бы, на красный диплом идти, потому что меня бы никто не взял никуда, ни в какую аспирантуру без магистратуры, если бы у меня не было красного диплома. Типа, это очень-очень важно. Вот. Ну, и если вы подаёте уже прямо сейчас, то не надо надеяться на одну какую-то степуху. Типа, это провальный вариант, я прям, вот, как бы по опыту говорю, не надо так делать. Надо вот как можно больше вот так вот строчить и отправлять во всякие разные университеты, всякие разные стипендиальные фонды. Но надо, типа, не рассылку делать одного и того же документа. Нужно с каждым проектом сидеть, работать и переделывать свои документы под проект. Вот. Когда у вас интервью, и когда вот вы переделываете свою себе под проект, надо помнить, что с людьми надо разговаривать, надо им говорить только то, что они хотят услышать. В своём CV вы должны писать то, что хочет увидеть научный руководитель. На интервью с интервьюерами вам нужно отвечать то, что они хотят от вас услышать тоже. Вот. Типа, вот так вот. Когда у вас интервью, например, идёт, это не значит, что вы должны там рассказывать какую-то рефлексию, знаете, там, проводить и там рассказывать. Ой, там, я такой-то плохой в этих местах, а в этих-то там хороший. Ну, типа, надо очень хорошо продумывать, что говорить. Если вы говорите о том, в чём вы плохой, вы должны, например, подумать, что вот вы сейчас скажете, что вы в чём-то лошок, но что вы как бы себя превозмогаете, например, и вы вот этот вот пунктик, который у вас не очень хороший, вы его как бы преодолели или пытаетесь преодолеть, у вас есть какие-то улучшения, потому что это самый, ну, один из самых таких распространённых вопросов на интервью. Вот. О ваших достатках и достоинствах, например. То есть нужно, блин, думать над каждым словом. Это очень сильно важно, потому что всего лишь 30 минут. Вот. И вам нужно быть очень убедительным. Нужно говорить то, что от вас хотят услышать. Вот. Ну и всё. И когда вы подаётесь, обязательно связывайтесь с научным руководителем. Пытайтесь связаться с администрацией. Если вы подаётесь в магистратуру, спрашивайте, у них вопросы задавайте, что вы показывать должны свой интерес, что вы действительно заинтересованы вот в этом университете, в этой учебной программе, например, в магистратуре. Или вы заинтересованы в этой научной группе, у этого профессора, что вам интересна его работа, и вы хотите именно здесь, именно с ним, именно в этом месте проводить исследования и четыре года посвятить именно его проекту. Вот. Я думаю, вот это вот я бы посоветовала. Спасибо, Ксения, за то, что делила время и рассказала нам много интересного. Вам тоже спасибо большое, что призвали. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Если у кого-то есть вопросы по данной теме, обращайтесь по указанному номеру телефона. Да, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, тоже. Да, и на все каналы. Биологи, вот как бы, если вам интересна биология, то подписывайтесь. Я вот именно рассказываю, показываю всякие штуки из лаборатории, что там как, это всё, там прикольная такая атмосфера, поэтому тебе тоже ко мне. Вот, что подписывайтесь. Хорошо, спасибо, Ксения. Спасибо, Маргарита. Хорошо. Пока.